Добрый день, коллеги! Этот доклад, отчасти его появлением, я обязана вопросом, точнее, Дмитрия Евгеньевича Афиногенова и Бибикова Михаила Владимировича, которые меня спросили, когда я рассказывала про рукописи папирусы и их акцентуацию, а также сопоставление с акцентуацией надписей греческих и византийского периода, а что происходит в памятниках другого типа. И в качестве материала мной была выбрана одна из самых больших коллекций, доступных для независимого исследователя. Вторая довольно большая коллекция Эрмитажа, она, к сожалению, еще не до конца оцифрована и не вся издана, поэтому там можно смотреть, но не все можно показывать потом. В результате мной было просмотрено почти 12 тысяч печатей, и, как вы видите на экране, печати были просмотрены с IV по XV век, и вы можете увидеть примерное распределение случаев. То есть там, где написаны смешанные века, там сложно посчитать, какое количество случаев приходится на эти смешанные века, потому что они разбросаны, на самом деле, эти количества между... То есть, например, VI-VII век, да, те печати, которые датируются и тем, и другим веком, они формально лежат и в VI-VII веке, да, то есть как бы тут немножко нечестные цифры, но эти нечестные цифры, как бы так устроена сама коллекция. То есть считать это вручную довольно сложно. Вот, и как вы видите, до почти XI века мы имеем очень малое число вхождений, то есть одну-две печати с ударениями, и в XI веке мы вдруг получаем всплеск, я прошу прощения, здесь на слайд вкралась ошибка, пропущены цифры около XII века, там 50 печатей. То есть получается, что самое большое количество печати приходится с XI по XII век. И в XI веке мы имеем 40 печатей, 11-12, 23 печати и 12-50 печатей с ударениями. И потом, как вы видите, опять всё идёт на спад, то есть количество печатей само по себе уменьшается, ну вот в этой коллекции представлено, а в то же время и само количество вхождений тоже уменьшается. Надо сказать, что проблема с ударениями в печати не очень исследовалась, потому что в печати есть другой вопрос, который часто смешивается. И некоторые асфрагисты вообще считают, что в печати нет ударений. Это связано с тем, что некоторые асфрагисты занимаются печатями до X века, естественно, там, как вы видели, по материалу эти ударения мало представлены. Асфрагисты, наоборот, занимаются XIII-XV веком, там тоже есть некоторые лакуны. А те, кто занимаются XI-XII веком, не всегда обращают внимание, потому что в печати очень много сокращений. И, как, например, описала Соколова в своей статье про эпиграфику печатей VIII-IX веков, получается следующая картина, что возникает, как она считает, в VIII веке, потому что она смотрела на материал VIII века. Как уже сейчас показано, есть сокращения и встречаются и в VI веке. Если мы представим себе, как выглядели сокращения, то это были черточки, похожие на гравис или на окут, а местами на облеченные ударения, и они ставились либо вверху буквы, справа или слева от буквы, после которой шло сокращение, либо внизу. И было еще форма сокращения, когда ставилось две черточки внизу и вверху. И надо сказать, что тут тоже нет особой последовательности, и встречались в печати, где разные формы сокращений микшируются. Поэтому очень часто сами сфрагисты не обращали внимания на эти ударения, которые возникли потом, только потому, что они уже привыкли, что любые черточки, похожие на окут и гравис, которые мы привыкли считать ударением, они значат сокращение и пропускать их в случае чтения или анализа самих надписей. И примером этому является, что те люди, которые делали эту базу онлайн Домбарта-Ноукс, они отметили гораздо меньше печатей с ударениями, чем на самом деле у них в самой базе представлено. То есть у них в комментариях обычно прописывается, содержится ли печать ударения или какие-то другие знаки. И надо сказать, что даже на вскидку примерно одна треть случаев показана, а остальные опущены. И как мы видим, что как раз исходя из того, что пишет Соколова, которая занималась не только сфрагистикой, но и нумизматикой, эти знаки сокращения постепенно унифицировались, и как раз к X веку они стали меньшего размера. То есть это не огромный окут или гравис был, а маленькие черточки. И тем самым получается, что очень часто эти знаки путались. То есть когда сами знаки ударения появились, фактически получилась ситуация, что знаки сокращения путались со знаками ударения. Давайте посмотрим на примеры, к чему это все привело в этой категории памятников. Вот у нас печать VI века, тот самый единственный пример. И как мы видим, здесь есть то, что мы можем назвать окутом, который стоит в правильном месте, вот этот приказ, и он при этом написан между двумя буквами. То есть очевидное такое смещение вправо происходит, при этом он не имеет наклона, что важно, просто это как бы такой, можно сказать, один из немногих случаев. И сразу я вам скажу, что очень многие печати написаны майюсковым, и это, конечно, влияет на характер употребления этих знаков. Следующая печать, здесь я не знаю, насколько вам видно, потому что это зависит от экрана, над омикроном, есть довольно четко прорисованный окут, он такой небольшой. И как мы видим, это нетрадиционное для нашего классического представления, где должно стоять подобное ударение. Мы привыкли, что оно ставится на вторую часть дифтонга. В то время как здесь, в печати VI-VII века, мы видим, что ударение поставлено на первую часть дифтонга. И эта ситуация, на самом деле, забегая вперед, скажу, что она не случайна. И отчасти сближает вот этот корпус печати с папирусами. Дальше, как мы... Посмотрите, пожалуйста, это две разные печати. Да, я просто для экономии слайдов и времени некоторые печати показываю только одну из сторон. И сразу оговорюсь, я не знаю, видно курсор? Вот окута, которым я говорю, в артикле сместился влево. Он там вообще не должен был бы находиться, там вообще должно быть облечено ударение, но он здесь есть, и вот он здесь. Это не черточка от буквы Y. И такие случаи бывали. То есть, вот такое написание встречается иногда в ряде папирусов, например. А в другой печати мы имеем классический нормальный окут, который стоит над правильным месте и вполне ровно над омегой. Следующая печать уже VII-VIII века. Здесь происходит интересный сдвиг. Вот здесь вот окут, тоже над омегой. Надо сказать, что в печатях очень часто и в том же XI-XII веке, я не показываю все примеры, но в XI-XII веке очень часто любили маркировать именно омегу и почему-то ее подчеркивали с диакритическими знаками. И, как вы понимаете, здесь произошел сдвиг вправо. Это не сознательно взяли, поставили неправильное ударение, а это скорее вот такое вот написание. И в другой печати, обращаю ваше внимание, вот это сокращение. И это не форма сокращения. Сокращение в виде звездочки не встречается. Это не вариант нарисования христограммы, потому что она рисуется по-другому. И все равно хи уже здесь есть. А это как раз ударение. То, что мы встречаем позже в болгарских рубкописях X-XII веков, когда слова, которые мы хотим выделить в тексте, независимо от их оформления, то есть они могли писаться также сокращениями, могли писаться не сокращениями, они маркируются ударениями. То есть это отдельная система смыслового маркирования слов. В VIII веке вот как раз пример, когда стоит ударение над омегой, и здесь он совершенно необъясним с точки зрения классического языка. То есть, как вы видите, происходит сохранение. То есть у нас здесь родительный падеж, а он, вернее, пардон, дательный падеж здесь Георгио, должно быть Георгио, а он здесь не происходит. Дальше, в следующем веке, тоже пример на Акут. И как вы видите, здесь Акут сдвинулся на Ро. Надо сказать, что в папирусах и в некоторых рукописях более поздних XIII-XIV века, и это даже встречается в рукописях афонских, довольно частая история, когда Акут или Гравис сдвигается с гласной влево и попадает на плавный или, соответственно, на РЛН. Вот эти три согласные часто могут маркироваться ударением, но на самом деле это просто съезжает ударение с основного гласного, к которому оно относится. Далее, здесь есть несколько моментов. Вот эта печать довольно известна. Она в том числе есть ее реплики, ну, в смысле, этой же матрицы в Эрмитаже. И, собственно, ее приводила Соколова как вариант того, как сочетаются вот эти знаки сокращения. И как мы здесь видим, здесь вот есть опять-таки Акут. Акут вот здесь вот. И встречаются также знаки сокращения, вот эти длинные, вот которые она говорила, в том числе волнистые, вот видите, около букв в нижней части. Поэтому вот здесь это не сокращение, это нотариус вот здесь. Поэтому это не может быть относиться к верхнему ряду, а он относится уже к вот этому ряду. И в другой печати мы имеем знак Акута над Эпсионом. Вот здесь. Который тоже, в общем-то, довольно странная вещь, казалось бы, с точки зрения классического языка. Но с другой стороны, поскольку это слово дается в сокращение, то, скорее всего, этот случай надо рассматривать как выше приведенный пример с ударением на сокращение в слове «Христу» и считать, что это ударение не классическое, как мы бы сказали, которое показывает место ударения, а ударение смысловое. То есть это просто выделение слова «призбютерос». Далее. Десятый-одиннадцатый век показывает нам, что, возможно, ударение может оформляться в печатях не только как, собственно, код в виде черточки, но и в качестве точки. Вот здесь вот мы видим такой пример. В одиннадцатом веке, когда у нас появляется большое количество печатей, надо сказать, в целом, да, то есть там в этой коллекции пять тысяч семьсот с лишним печатей, здесь мы видим, что они чаще появляются больше знаков. То есть не как мы видели на предыдущих примерах, когда по одному два знака на печать, а появляется как бы некоторая тенденция все-таки оформить печать полностью с ударениями. И при этом мы наблюдаем такие моменты, что нельзя говорить о том, что существовала традиция, например, что в печатях все знаки сдвигались влево. Как вы видите на вот этом примере, здесь некоторые знаки сдвинуты вправо, вот, пожалуйста, раз, и здесь, в третьей строке, а вот знак сдвинут влево. При этом, как если, ну, потом можно будет это как-то попробовать увеличить, здесь можно увидеть, что это не потому, что вот здесь нет места или здесь нет места, и это совершенно не объясняется с точки зрения не хватило места, поэтому я написала справа или слева, но здесь вот как бы наблюдается некоторая такая вот такая показательная печать, где она нарушает систему, потому что очень многие печати тяготят к тому, чтобы сдвигать знаки влево. И здесь мы тоже находим примеры, когда окот сдвинут вправо. В то время как на третьем и четвертом слоу окоты стоят там, где они должны быть. И что характерно, при дыхании им отмечены не оба случая, это украшение здесь, да, вот этот черточек, а отмечен только более сложный, который, ойкетин, да, который начинается с, который начинается с дифтонгом. Далее, вот немножко другая матрица, как вы видите, по-другому начерчена, но также мы видим вот этот хороший, четкий пример вот этого сдвига окута влево, да, то есть как бы вот он. И здесь также мы имеем сдвиг, но правда уже грависа, тоже влево. Вот эта интересная серия печатей, она традиционно как бы приписывается некоторым анонимам, она характерна не только для XI века, но и для XI-XII. Текст на них всегда один. И как бы, если мы увидим, я здесь поставила их в другом порядке, но вообще вот это лицевая сторона, а это оборотная у этих печатей, но поставила я их для того, чтобы мы смогли увидеть, насколько вот, например, в этой печати, в этой матрице, здесь маркируются опять согласные, да, то есть здесь сдвиги происходят этих знаков, вот как здесь грависа на ню, при том, что вот здесь, видимо, он не уместил, поэтому поставил над этой, и здесь окут съехал на Пи. То есть получается, что верхняя часть печати немного сдвигает знаки, вернее, вся печать сдвигает знаки вправо, да, вот эта матрица представленная. А здесь мы наблюдаем сдвиг наоборот влево, когда опять мы встречаемся с этой историей, когда у нас дифтонг, и у нас окут оказывается над, ну, или же при дыхании, тут сложно разобрать, потому что идет черточка маленькая, который все равно должен был бы писаться, как мы привыкли над йотой, но он пишется над первым знаком дифтонга эпсу. Возможно, вот эта ситуация с дифтонгами объясняется тем, что они, поскольку произошла монофонгизация, что они воспринимались не только как уже другие гласные, но часто разделялись на гласные и согласные элементы. И, конечно, тогда это объясняет, почему, собственно, как и во многих папирусах, маркируется первая часть дифтонга. В 11-12 веке вот этот пример я как раз вам хотела показать, что идет удлинение знаков ударения. Поскольку знаки сокращения сократились как раз к этому времени, то к 11-12 веку они могут себе позволить длинные знаки ударения. Вот, посмотрите на такой красивый здесь окут и вот такой же красивый гравис, когда и эти знаки, они, конечно, уже не особо сдвигаются, они занимают почти всю голосную букву. Также в этом же 11-12 веке вот мы видим такую красивую печать, в которой все окуты ровно над буквой, либо немножко смещены вправо. В 12 веке здесь печать, как вы видите, маркирована не полностью, то есть у нас встречается гравис над артиклем и окут на втором слове. При этом надо отметить, что почему-то маркировка артиклей довольно частотна в печатях, то есть если печать полностью не маркирована, то очень часто может оказаться, что маркируется артикль. Пока нет должного объяснения этому явлению. Далее в этой печати 12 века все ударения смещены влево, и надо сказать, что в 12 веке довольно распространенные истории, что очень много печати, где ударения смещаются влево. Вот тоже пример, где печать, вот как раз редкий такой пример, где печать полностью акцентуирована на византийский манер с соблюдением всех правил, что довольно любопытно, потому что, как вы понимаете, до этого мы наблюдали другую картину, когда маркировалось не все. Далее здесь также пример на смещение влево, и даже можно сказать, что очень похожий шрифт с той же печатью, несмотря на то, что знаки здесь ударения длинные. В 12-13 веке все ударения на месте, вот в этом примере, и есть опять-таки смещение влево. Вот в этом примере облеченное ударение стоит, вот как вы видите, над, воздвигается в сторону первой части дифтонга, и в то же время оно здесь может трактоваться как бы сокращение, но дело в том, что далее мы видим расшифровку этого имени, поэтому сказать, что это в чистом виде сокращения мы не можем. в то время как на аверсе мы видим смещение при дыхании в дифтонге на первой буквы деграфа. Вот интересная история, тоже характерная до 12-13 века, когда облеченное ударение пишется над первой буквой дифтонга. И это не единственный пример, и очень часто это употребляется именно с дифтонгом ОУ. Далее, 13-й век, здесь опять-таки облеченное ударение над именем, которое можно спутать с сокращением, это как раз имя Иосиф. В 13-м веке таких две печати с этой матрицей, облеченное ударение над первым словом в реверсе. Вот здесь видите, здесь частично маркированная печать, и в общем все ударения стоят на своих местах. 13-й, 14-й век, пожалуйста, опять-таки мы видим совмещение систем, и здесь это очень интересная печать, потому что кроме ударения над сокращением, которое мы видим в слове театрка, здесь мы видим два ударения в слове дун, которые в общем одно из которых скорее маркирует нам сокращение, вот это стяжение ню, которое происходит перед именем Никифора. Поэтому в данном случае это скорее не знак ударения, а нетрадиционно употребленный уже немножко отживший свое время знак сокращения. В 13-м тоже 14-м веке, как вы видите на другой печати, два облеченных ударения, то есть и один знак смещен опять-таки немного влево, да, и на другой печати мы опять тоже видим смещение знаков влево, но еще над сохранением надгласной, вот видите, здесь уже ближе к согласной, то есть как бы мы сказали, что это уже на стыке. Вот, эта печать тоже показывает нам вот эту тенденцию к смещению влево, да, Андроникус. 14-го века печать, вот она довольно характерная, здесь тоже вот это вот пример на использование знака облеченного ударения, которое формально можно было бы понять как сокращение, но здесь опять-таки мы имеем полное имя Иоанну. И последняя печать на сегодня довольно красиво, как вы видите, с длинными такими ударениями, и опять мы видим эту историю, когда облеченное ударение над, появляется над первой частью дифтонга, хотя в целом у печати скорее, как вот мы видим по этому и по этому знаку, есть тенденция знаки немножко сдвигать вправо. Вот, если обобщить, вот если вернуться и посмотреть на имена и на некоторые вот такие примеры, как вы видите, это печати могут быть не только анонимные, но и принадлежать императорам. Таким образом, мы не можем сказать, что принадлежность печати позволяет нам говорить о том, что вот она точно будет иметь знаки ударения или не будет. это все как бы некоторые предварительные пока заключения, потому что несмотря на то, что формально было просмотрено порядка 12 тысяч памятников, для сфрагистики это недостаточная величина и предстоит еще смотреть другие фонды и другие издания, чтобы проверить, насколько материалы, которые получились, как бы тенденции, которые отметились на этом материале, будут подтверждены другие материалы. Но вот в первом приближении, как вы заметили, есть некоторые моменты, которые сближают сургистический материал с папирусным. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Александра Алексеевна. Интересный доклад. У кого-то есть вопросы? У меня есть вопрос. Можно? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Вот есть ли какое-то убедительное что-ли объяснение тому, что ты показывала в ранних ну, вообще в ранних печатях, да, и то, что папирус тоже включает вот этому двигу на несколько букв, и вообще это очень странно, да, если как-то представить себе, как так могло случиться, и насколько я знаю, вот все попытки это объяснить в папирусах, ну, они как-то особенно не увенчались успехом, то есть как-то не хватает, что ли, во-первых, не хватает по количеству, да, статистического какого-то для статистических выводов, и просто кажется, что какой-то системы там нету, вот что собственно тут можно сказать. Ну, скажем так, я просто расскажу некоторую историю, дело в том, что меня, помимо упомянутых уже коллег Дмитрия Евгеньевича Афеногенова и Михаила Владимировича Бибикова, меня на это сподвиг доклад Елены Владимировны Степановой, которая в своем докладе привела печать из Эрмитажа, которая, если я не правильно помню, была то ли 13-го, то ли 14-го века, то есть она была поздняя, но там все ударения были смещены влево и некоторые из них приходились аккуратно согласные. И я сначала не поверила своим глазам, задала вопрос, когда увидела, потом еще раз пригляделась, задала вопрос коллегам, которые сидели вокруг меня, они сказали, ты что, рехнулась там, нет, в печати не бывает ударения, они сфрагисты. А потом оказалось, что просто люди, вот я почему говорю, что не все сфрагисты знают про ударения, потому что люди занимаются более ранним временем, им не встречалось. И потом я подошла уже к самой Елене Владимировне и спросила, она говорит, что очень много печати поздних, как раз, которые не опубликованы еще в Эрмитаже, вот я все жду, когда они будут опубликованы, они содержат вот эти вот ударения, и именно смещенные, насколько я поняла, очень часто они бывают смещены и не над буквами. мы в каком-то смысле ждем, когда материал будет опубликован. Это одна история. Вторая история, касаемо с папирусами, насколько я понимаю, что мы же там имеем то, что считается александрейской системой акцентуации, когда принято маркировать не ударные слоги, а безударные слоги. И, соответственно, там есть свои правила, в том числе при постановке грависа, когда вдруг гравис, который мы традиционно считаем, что он должен быть на последней букве, да, слово, он вдруг оказывается в середине слова, и часто это, ну, как бы есть теории, которые описывают это как то, что гравис и акут в данном случае скорее показывают вот эту мелодическую структуру ударения, да, и как идет тон, а не то, в кое место, должно быть, ну, какой слог является ударным. Здесь сложно сказать, насколько надо разделять такую постановку, ну, как бы, вопроса, потому что очень часто такие примеры, они происходят в литературных папирусах, я думаю, что как раз ты об этом знаешь, как никто и видела это, и очень часто появляются под влиянием соответственно, размера. Отчасти в печатях 11-12 века мы имеем ту же самую историю, там 12-сложник, и там некоторые ударения, они действительно, если начать это все анализировать, они попадают в определенные места этого 12-сложника, потому что там есть несколько вариантов этого размера, и вот эти ударения, они, можно сказать, маркируют эти варианты, то есть выбор от того или другого варианта вот в этом, в этой матрице печати. Вот, и для меня пока я обратила внимание, что вот этот сдвиг, он имеет некоторое, ну, как бы, можно сказать, фонетическую, фонетическую составляющую, то есть чаще мы имеем его на дифтонгах, да, то есть вот влево именно, и, соответственно, скорее это вопрос, что происходит с дифтонгами в момент монофтонгизации, да, как это воспринимается теми, кто это читает, теми, кто находился внутри процесса, да, и в период Кайне, когда это происходит, когда мы видим отражение этого в папирусах, и позже, потому что формально, если с дифтонгом ОУ, понятно, что он более-менее вот стал У, и с ним все хорошо, то со всеми другими дифтонгами у нас все довольно сложно сочиненно, и они, поскольку превратились уже в одну гласную, то там такой сдвиг, он не так легко объясним, потому что в некоторых дифтонгах можно было бы сказать, что сдвиг происходит на гласную, второй воспринимается как некоторый согласный элемент, и поэтому все логично, что первое, если смотреть на две части этого дифтонга, то первая часть гораздо больше гласная, чем вторая, но к сожалению, это объяснение не объясняет всех случаев, так же, как и объяснение, что в папирусах происходит часто этот сдвиг влево именно на ню, на ро и на лямбду, которые часто связывают с влиянием копского и египетского, и с тем, что там тоже есть свои особенности, и в том числе с вопросом про, тут же начинаются все эти разговоры про гласные в египетском, да, и про то, что в куту и лямбду и так далее, вот, но здесь, на мой взгляд, мы еще не набрали всего материала, потому что для меня гораздо более важным оказывается пример того, что вот здесь мы видим VI-VII век, и тот же самый сдвиг, но уже вот, который я вам показала в конце, да, в XIII-XIV мы видим в виде облеченного ударения тот же самый дифтонг, а при этом мы, например, если будем смотреть рукописи Афонские или, например, искуриать рукописи Мадрида, которые я издавала, когда издавала там, такой же сдвиг в дифтонгах влево, а они, в общем, не самые ранние, то есть получается, что это какой-то всплеск после там, X-XI века, и то же самое мы встречаем в некоторых надписях, что возникает вот эта ситуация, когда чаще дифтонги, но также и, кстати, в надписях Северной Греции и часто на стенах, что, в общем, довольно специфическая история, что меня наталкивает, если честно, на некоторую мысль о том, что может быть вопрос в том, что те люди, которые делали эти матрицы и те люди, которые писали эти надписи на стенах, они же должны были, ну, поскольку в целом здесь почти, как вы видели, нет ошибок, да, то есть я имею в виду, ну, под ошибками я имею в виду неправильных фонетических написаний, да, то есть мы смотрим и видим, что с орфографией все довольно хорошо, но вот в этих самых надписях Северной Греции тоже мы наблюдаем вот эти сдвиги в дифтонгах влево и сдвиги очень часто маркируются ударением ню, то есть происходит сдвиг на ню, да, и там, что интересно, там не обязательно влево, но иногда и вправо, и у меня уже скорее на этот счет, мне уже даже стало любопытно, вполне возможно, что может быть была какая-то, ну, как бы школа тех самых пиццов, которые просто, ну, как бы, как мастера повторяли, да, своего какого-то учителя, который, может быть, мы здесь, как бы, скажем, сталкиваемся не столько с системой, скажем, акцентуации, да, которая, одна из которых мы, как бы, ловим о том, что вот есть такой, вот эти наблюдающие, появляются вот эти сдвиги влево, но, может быть, мы здесь сталкиваемся с тем, что просто был некий учитель, который так учил своих учеников, которые потом уже, как бы, рассредоточились и уже так писали, потому что в тех же храмах, заметим, есть граффити, в которых таких сдвигов нет, то есть они бывают акцентуированы, но они акцентуированы иначе, то есть тут вот довольно любопытно, то есть пока вот у меня, я понимаю, что надо собирать уже все, ну, то есть включая, то есть я вот сейчас следующим моментом хочу посмотреть памятники Торевтики, сравнить с фрагистикой, ну, естественно, по возможности эрмитажный материал охватить, и уже дальше смотреть более предметно, может быть, удастся поймать какие-то закономерности, потому что пока очень хотелось найти зацепки лингвистические, да, что вот может быть есть такие слова, в которых специально, ну, вот как бы как в папирусах, вот эти сдвиги, да, так и там в более поздних памятниках, там, в фрагистике или в тех же рукописях или в надписях, вот есть такая тенденция, но пока так не получается, пока получается, что мы эту тенденцию улавливаем, пока получаем вот эту маркировку этого детонга, например, да, но логического объяснения, вот если говорить из лексического материала, нет. Смотреть акцентологически я тоже пробовала, но не получается, что картинка, то есть если смотреть надписи, там вообще иногда возникает ощущение, что ударение ставил другой человек, и это уже делалось постфактум, как получится, что называется. То есть один человек знал, как писать буквы, второй человек знал, как ставить ударение. Потому что есть же прекрасная теория о том, что поскольку ударение ставились для того, чтобы... Она мне всегда очень нравилась, но в этом случае не работает, что ударение поскольку ставится, чтобы разбить текст, который пишется спушняком, да, и в спорных местах, да, в папирусах в некоторых случаях, да, я согласна, там действительно ударение поставлено так, что мы понимаем, что членение текста из трёх вариантов имеет именно такой смысл, да, но здесь это не так, здесь как бы нет вариантов смысла, и вот здесь короткие очень памятники, поэтому вот как-то так. Спасибо. Да, Слаж, можно тоже вопрос тебе задать? Ты, наверное, догадываешься о чём? У тебя не попадалось там, ну, в материале вот того, о чём ты говорила, когда-то мы с тобой говорили, что есть ударение, как бы, по александрийской системе минус один, то есть когда ударение ставится на четвёртый слог от конца при краткости последнего, и на третий от конца при долготе. Ну, вот меня, вот в этом материале мне вот такого не попадалось, но если ты обратил внимание, Серёж, там есть вот этот пример с вот этим Патрикеем, да, где сдвиг происходит вправо на Омегу, да, я как бы в рамках, сейчас я попробую вспомнить, где он был, в рамках общего материала решила, что это просто такой хороший сдвиг в, ну, просто сдвиг права, потому что он встречается как вариант оформления, да, но если пробовать это объяснить, то это вот та самая, ну, то есть если исходить из того, что мы тогда обсуждали про александрийскую систему, да, то это может быть маркировка как бы после ударного слога, да, и это тоже... То есть, строго за ударного, да? Да, ну, как бы, нет, не в другую сторону, я имею в виду, после ударения когда, то есть вот в том примере, который здесь встретился, да. вот, то есть вот такое встретилось, вот явного, когда прям совсем туда, к четвертому слогу нет, ну, может быть, просто это просто пока не встретилось, потому что, ну, вот, как видно, да, на 12 тысяч нам дают, что это получается, ну, из 12 тысячи мы получаем в среднем, ну, 100 с чем-то печатей с ударениями. Процент, надо сказать, это к вопросу о корпусных исследований, да, вот мы посмотрели 12 тысяч вхождений, а получили всего 100 примеров, и как-то, и как. А сейчас давайте еще посчитаем проценты, как любят, вот, соответственно, все выпускники АТИПа, да, сейчас еще хи-квадрат посчитаем, вообще все эти примеры уйдут в небытие, потому что они станут нерелевантны. Ну, да.